Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Юлия Великодной и в этом выпуске. Дома Хандыги теплеет. Ситуацию с теплоснабжением исправили, доставив качественное топливо. Любовь без преград. В Алданском доме престарелых и инвалидов молодожены отметили годовщину. Новая скорая. В Валекминск прибыл автомобиль для оказания медпомощи. В Якутии в последнюю неделю года ожидается существенное потепление. Об этом ТАСС рассказал глава Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Невероятный скачок вместо нормальных 50-градусных морозов будет всего-навсего 35-40, рассказал глава Гидромедцентра. Вильфанд отметил, что аномальное потепление в предновогодний период ожидается по всей стране. По его словам, причиной аномалии стало одновременное поступление теплого воздуха из Средиземноморья и Турции в европейскую часть страны и из южных азиатских регионов в Сибирь. Ситуация с теплоснабжением жителей Хандыги исправляется. Об этом говорят в ГУП ЖКХ. На прошлой неделе мы рассказывали, что местные жители жалуются на холод в домах. При температуре воздуха минус 47 в квартирах около 9 градусов тепла. По словам жителей, поселка Причина в работе котельной. Хотя коммунальщики утверждают, что все от них зависящее было сделано. Продолжит Марьяна Кутукова. Жители Хандыги говорят, что в этом году в квартирах холодно как никогда. На окнах, на полу и в стенах глыбы льда. Примерзают даже вещи в шкафах. Дом-то хороший, большой, просторный, но холодно. Зимой очень холодно. На электронагартик замерзали. Постоянные электронагартики. А это я просто. Вот дети часто болеют. Вот сейчас двое маленькие тоже болеют. Вот здесь, как в саде, уже месяц не ходят. В квартирах круглосуточно работают минимум по два обогревателя. А это дополнительные затраты. Двойной расход, да, мы и за свет считают платим. Я не знаю, сейчас вообще какие-то суммы у нас вообще по 6 тысяч в месяц у нас бывает, выходит. Потому что два обогревателя в обоих комнатах пашут. Невозможно просто. Сложная ситуация в центральной котельной Аюгре сложилась еще до начала отопительного сезона. Частые поломки котлов происходили не только из-за того, что котельная выработала свой ресурс, но и из-за некачественного угля. Однако, как утверждают в ГУБ ЖКХ, специальная комиссия уже решила эту проблему. Сегодня Якутуголь доставляет топливо, соответствующее нормативу. В результате температура воды, которая подается в систему отопления, выросла почти на 20 градусов. С 55 до 74. Это штатная температура. Котел был отремонтирован и сейчас работает в штатном режиме, выдерживает температуру. Сейчас на данный момент из трех котлов работает два. Один стоит как в резерве, но также ему проводят ревизию, чтобы он был бы у нас подготовлен к праздникам Нового года. Сейчас температурный режим там, на данный момент на котельной 74. По графику мы должны тоже держать 74. Как заявили нашему телеканалу в ГУБ ЖКХ, сейчас готовится на рассмотрение вопрос о капитальном ремонте или строительстве новой котельной в Хандыге. Вопрос будет внесен в правительство. Марьяна Кутукова, Георгий Григорьев, Мария Винокурова, НВК САХ, Хандыга, Якутск. Освоение новых месторождений с минимальным воздействием на окружающую среду. Кропотливая работа от подготовки проектной документации и ее защите на экологической комиссии до строительства с соблюдением всех претензионных поправок. Как достигается необходимый баланс между прогрессом и природой в следующем сюжете. Сегодня в зале заседания Неруглинской районной администрации проходит слушание по вопросам экологии при строительстве и эксплуатации разреза Эльгинский. А точнее по двум проектам. Эльгинский горнообогатительный комплекс и Эльгинский угольный комплекс установка дробления рядовых углей. На слушании была представлена проектная документация по этим двум объектам. Были высказаны ряд замечаний и предложений по материалам оценки воздействия на окружающую среду, которые были учтены и нашли отражение в работах, выполненных в рамках ОВОЗ и в материалах ОВОЗ в генеральной схеме развития Эльгинского угольного комплекса. Основная задача данных слушаний изучить представленную документацию и понять оценку воздействия этих двух объектов на окружающую среду. Совместно с заказчиком на те претензии, которые были озвучены сегодня Натальей Сергеевной, я думаю, мы подойдем принципиально к решению, точнее рассмотрим сначала критически эти замечания и найдем консенсус, чтобы выйти из ситуации и слушания, чтобы были признаны состоявшимися. Перед тем, как отправить документацию на экологическую комиссию, необходимо, чтобы данные слушания были признаны состоявшимися. А для этого нужно внести претензионные поправки в проекты. В основном они связаны с утилизацией бытовых и промышленных отходов в непосредственной близости к природоохранной зоне. Заседание продолжается, ведь как же на повестке дня очень серьезный вопрос. Это экологическая безопасность одной из жемчужин Якутии, озера Большое Токко. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, НВК Саха, Нерингри. Никита Крюков пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах. Лыжник намерен обжаловать это решение в спортивном арбитражном суде. Международный Олимпийский комитет пожизненно отстранил от Олимпийских игр 11 российских спортсменов из-за допинговых нарушений на играх 2014 года. Как признался спортсмен, для него это не стало неожиданностью. Но осознавать это неприятно, ведь репутация завоевывалась годами. В предновогоднее и праздничное время в Вилюйском районе усилят контроль на дорогах. В эти дни проведено заседание Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, где рассмотрели проблемные вопросы движения в городе, а также по междугородним направлениям. В ходе заседания было решено проводить усиленную работу по выявлению нелегальных таксистов. И с 2018 года Гостехнадзор совместно с ГИБДД и налоговой службой усилят работу в этом направлении. У нас в районе зарегистрировано 65 индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы как перевозчики пассажиров. И получено всего 200 решений по району. По перевозке пассажиров основными нарушениями является деятельность без разрешения. Есть нарушения по сфотографической схеме, по эксплуатации машины без предпринимателей и медосмотров. В Триумфе подведут итоги года экологии. Все желающие жители и гости Якутска могут принять участие в торжественном собрании общественности. В Якутии, в одном из редких мест на планете, в котором сохранилась первозданная чистота природы и удивительное разнообразие флоры и фауны, проведен целый ряд мероприятий года экологии и года особо охраняемых природных территорий. Зрители станут свидетелями передачи эстафеты «Году добровольца», объявленного президентом страны. В Алданском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где проживают 55 человек, год назад образовалась семья. Люба и Владимир живут в отдельной комнате и ведут совместное хозяйство. О супружеском счастье и пресловутых брачных кризисах молодожены рассказали нашим коллегам. Эта фотография была сделана в день бракосочетания Любови Энгель и Владимира Акишева. Год назад в Алданском межрайонном доме-интернате для престарелых и инвалидов поселка Ленинский появилась первая и единственная семья. Мы разговариваем, телевизор смотрим, шутим, ходим. Люба – самая молодая проживающая интерната. Ей всего 38. После падения из окна девятого этажа Люба стала глубоким инвалидом. Несколько предшествующих падению лет мраком покрыла беспамятство. Маму и ее мужа навещает старшая дочь Любы. Первое замужество осталось в той жизни. Так я была уже замужем. Он отличается, конечно, от первого мужа намного. Он ухаживает за мной, помогает мне во всем. Хороший человек. Владимир Акишев на 14 лет старше супруги. В интернат попал после отморожения и последующей ампутации ног. Для Владимира этот брак стал первым. Семейная жизнь мужчине нравится. Год назад, решив узаконить отношения, а до свадьбы Люба и Владимир были вместе 6 лет, супруги были убеждены, регистрация брака мало что изменит в их отношениях. Так и вышло. Семья живет дружно. Разногласий и споров между мужем и женой нет. Нет, не ссорятся. Вова молодец. Он вообще такой мужчина положительный. Он и домашний. Мне кажется, если бы жили они отдельно в квартире, у него всегда была бы чистота, порядок. Он любит этот уют. Если невозможно влиять на ситуацию, необходимо изменить отношение к ней. Многие одинокие пожилые люди в интернате словно заново учатся любить жизнь и стремятся во всем отыскать положительные моменты. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК САХА, Алдан. И последнее. В Олегминск прибыла автомашина скорой помощи, оборудование всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Это решение было принято на осеннем выездном совещании при министре здравоохранения республики. Рано утром новехонькая автомашина скорой помощи завершила свой первый дальний путь от города Якутска до Олегминска. Надо сказать, что впервые за все время в Олегминскую больницу прибыла машина, соответствующая всем необходимым условиям. Отличная проходимость, что очень важно для наших дорог. Сейчас назад я приехал. Ну, я на такой еще не ездил. Вообще сильно отличается этот старый куазик? Ну, отличается. Здесь стоит подверг двигателя. Можно даже заморозить, потом ее завести. И главное – наличие оборудования для оказания полной медицинской помощи в комплексе. Если ранее приобретались приспособленные автомашины УАЗ, марки УАЗ, то на сегодня впервые для Олегминской центральной оборудовательной больницы выделен Министерством здравоохранения машина, приспособленная для оказания неотложной медицинской помощи со специализированным оборудованием. Теперь на выезды, где экстренно необходима помощь, медицинские работники прибудут в полной готовности. А это очень важно. Ведь счет порой уйдет не на часы, минуты и даже секунды. Так, есть дефибриллятор и ВЭО для этого реанимационных мероприятий. Электрокардиограф есть, груз-соксиметр, глюкометр. Все специализированные оборудования имеются. Поступление новой единицы – результат совещания. Так, запись в протоколе обрела видимый результат. Это результат нашего совещания выездного по линии Министерства здравоохранения. Осенью приезжала группа под руководством Михаила Егоровича Ахлопкова. И вот пошли исполнения первых протокольных решений. Елена Фаст, НВК САХ, Олег Винск. А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. Год экологии завершен. Заремония передачи эстафеты года добровольца состоится сегодня. Какие требования для получения пособий за рождение первого ребенка? И когда начнутся выплаты? Почтовые отделения республики перешли на усиленный режим работы. Ежедневно сортировочный центр Якутска обрабатывает 6 тысяч отправлений. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...